Эй, ребята, всем привет! Я бабушка Шо-Шо. Я выживаю в Майнкрафте. Итак, ребята, я наконец-то узнала, что это за парни в зеленой одежде. Оказывается, это нищие. Но я их назвала бездельники. Они, оказывается, никогда не работают, никакую профессию не берут. Позже всех отправляются спать. И позже всех просыпаются. Пользы от них совсем никакой. Только кровати занимают. Хотя нет, есть одна польза. Они участвуют в размножении. И, кстати, вот из детей иногда и вырастают нищие. Но это, наверное, те, которые поздно ложатся спать, поздно просыпаются, которые не учатся, ничего не хотят делать. Вот они и становятся нищими в зеленой одежке. Ребята, ну а я сегодня хочу показать вам, как строить вот такой вот фонтанчик. Я пошла в другую деревню, хочу построить фонтан. И, знаете, в моих планах когда-нибудь привезти сюда жителей и заполнить эту деревню. Жизнью, а то она такая одинокая, пустая, непорядок. Надо, чтобы тут тоже жили, жили жители. Я выбрала вот это место для фонтана. Мне кажется, будет отлично смотреться. Будет видно его издалека и никому не будет мешать. Итак, ребята, делаем фонтан в режиме творчества. Вырываем яму. Девять на девять блоков и в глубину три блока. Вот такая вот яма у нас получается. Потом дно закладываем любым блоком, которым хотите. Это будет у нас дно фонтана. Потом я делаю вот такую вот ступенечку по краям. По краям убираю один уровень блоков. Вот так получается со всех сторон, с четырех сторон. Теперь берем камень и кладем его по краям. Вы можете использовать булыжник. В общем, любой блок, какой только пожелаете. Можно вообще оставить землю. Мне кажется, это тоже будет работать. Так, теперь я хочу сделать по краям каменные стеночки. Поэтому я убираю один слой. Вот отсюда начну. Убираю один слой блоков и вставляю туда камни. Тырин-тырин-тырин. Тырин-тырин-тырин-тырин. Так, так, камешки. Нижний уровень я тоже заменила на булыжник. И получилась вот такая вот основа для моего фонтана. Мне кажется, неплохо. Так, теперь давайте найдем центр. В нижнем квадрате отступаем пять блоков в сторону и пять блоков в глубину. Все, вот он центр. Это у нас будет фонтанчик тут. Ставим два блока любых. Я решила поставить булыжник. Так, теперь ставим фонарик. Теперь на фонарик мы ставим еще один блок. В этот раз я возьму камень. Так, два камня. Теперь нам понадобятся ступеньки. Но ставим их обратной стороной. Вверх ногами. Вот так вот, видите? Оп, с четырех сторон ставим ступенечки. Ступенечки. И теперь нам нужны плиты. Четыре плиты. Присоединяем их вот в эти пространства между ступеньками. Вот так. Чтобы у нас сверху получился квадратик. Ровненький, красивенький. Так, все готово. Смотрите, что у нас получилось. Теперь в центр ставим фонарик. Вот так вот у нас получается, если со стороны посмотреть. И делаем наш фонарик еще выше. Поэтому на фонарик ставим еще два блока. Вот так. Теперь мы берем опять ступеньки. И точно так же в перевернутом виде мы их прицепляем к верхнему блоку. С четырех сторон. Так. Так. Вот. Готово. Тут уже плиты нам не нужны. Так и останется. Но с этой стороны мы цепляем наши деревянные заборчики. Два заборчика с каждой стороны. Оп, оп. Так. Оп, оп. Можно, конечно, этого не делать. Но мне нравится, когда у меня здесь еще фонарики. Поэтому цепляем фонарики. Снизу цепляем фонарички. Фонарик сюда. И последний четвертый фонарик вот сюда. Так. Все, ребята, почти готово. Смотрите, как получается. И сверху ставим еще один блок в центре. Так. Какой бы мне поставить? Кирпич или булыжник? Ну, давайте поставим кирпич. И на него ставим фонарь. Все, ребята, фонтан готов. Оф, вот так вот просто. Просто готовится мой фонтанчик. Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Так, я еще хочу вот сюда поставить фонарики, чтобы у меня в этих краях светилось под водой. Вода светилась, вот. Ночью будет красиво. Так, давайте посмотрим. Вот такая вот конструкция. Очень простая, правда, ребята? Очень простая. Теперь нам нужно поставить нашу листву. Ну, это я так, знаете, для украшения. Можно, конечно, листву и не ставить. Но мне очень нравится, когда вокруг фонтана листва. Кстати, не все ребята знают, как собирать листву. Многие бьют по веткам, и листва просто исчезает. Так вот, в конце видео я вам обязательно покажу секрет, как собирать листву. Это очень просто. Итак, ребята, я облагородила территорию, и теперь давайте нальем воды на фонарь. Вот прям на фонарь. Ни слева, ни справа. Прям на фонарь. Наливаем. И, пожалуйста, водичка потекла. Смотрите, как круто. В центре светится, по бокам водичка льется. Но вот видите, фонарики у нас не под водой. Поэтому берем ведро воды и сверху вот в эти места наливаем. Вот сверху. Оп. Наливаем. И получается, что у нас такой фонтан со всех сторон. Получается очень классненько. Так, вот четвертый фонарик. Смотрите, ребята, что у нас. Давайте отойду подальше. Вот так вот. Красиво, да? Но это еще не все. Так, мне кажется, что можно вот этот вот камень заменить на булыжник. Как-то он немножко смотрится, мне кажется. Не очень классно. Давайте сюда поставим. Можно, кстати, ничего не ставить. Но можно булыжник вот сюда поставить. Булыжник. Можно было, кстати, еще один фонарь прицепить. Тоже было бы красиво. Вот такой фонтан. Но это еще не все, ребята. Мы еще украсим наш фонтанчик. Теперь вот на вот этой ступенечке находим серединку. Она будет как раз напротив наших фонарей в фонтане. И выливаем воду. Вот так вот получается. Здорово, правда? И делаем это со всех четырех сторон. Можно сделать с трех. Центральное можно не делать. Но вот я сделала со всех сторон. И смотрите, какой у меня красивый живой фонтанчик. Вот так, ребята. Теперь вы знаете, как сделать такую красоту. И сможете легко это повторить. Здорово, правда? Со всех сторон выглядит одинаково. Фонари светятся. Водичка льется. Высокий. Как настоящий. Кстати, давайте посмотрим, как он смотрится издалека. Вот, например, я вот отсюда бегу. Смотрите, какой большой. Видно? Издалека отлично видно мой фонтан. Все. Теперь в этой деревне тоже есть фонтанчик. Ну, а я вернулась к своему фонтану. Потому что я обещала вам показать, как собирать листву. Видите, с помощью листвы можно очень красиво украшать территорию. Для этого нам нужно собирать листву ножницами. Ножницы делаются легко из железа. Я думаю, что все их уже сделали. И отправляемся с ножницами к деревьям. Так, закрываем. Давайте какое-нибудь выберем деревце. Так, вот. Вот здесь вот. И ножницами вот так вот мы и чик по листве. И все. Смотрите. Появляются блоки листьев. Классно, правда? Тик-тик-тик-тик. Потому что если вы будете их бить без ножниц, то они у вас, да, исчезают. Листва не собираются. Ну, а если с ножницами стрижете дерево, то вот у вас будет очень много красивых зеленых блоков. Ну, все, ребята. Обещание свое выполнило. Фонтан как строить рассказала. Листву собирать как показала. Надеюсь, я заслужила жирненький лайк. Ой, смотрите. У меня фонтан как будто бы бассейн. Все в нем плавают. Не знаю. Может быть его заборчиком огородить? Напишите в комментариях, как вы считаете. Огородить? Или пусть плавают? Они, кстати, такие хитренькие эти жители. Вон, видите, забрался в фонтан и не выходит. При том, что выйти-то он может. Там есть ступенечка. Но нет. Купается себе. Работать не хочет. В общем, ребята, у меня деревня бездельников. Ой, кстати, говорят, что в фонтане можно ловить рыбу на удочку. В следующей серии проверим. И еще кое-что сделаем. Ну а сейчас посмотри вот это видео. Просто нажми на картинку. Вот почему. И еще кое-то. merки, пожалуйста. После этого нет ничего важного. Продолжение следует...